Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к пятой главе послания к Галатам. В пятой главе апостол Павел предлагает своим читателям некоторые чрезвычайно важные формулировки, над которыми необходимо задумываться и по возможности стараться реализовать в своей жизни. Пятая глава начинается с потрясающими словами «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства». Вот, как уже не раз в этом послании апостол говорил о свободе, о том, что дар Христов – это свобода жить в диалоге с Богом, свобода соотносить свою жизнь не столько с безликим законом, сколько с самим законодателем, с Богом. Та свобода в данном случае совершенно не означает «делай все, что заблагорассудится», но это означает свободу для осмысленности, для того, чтобы во Христе понимать, что, почему, зачем и как ты делаешь. И не подвергайтесь опять игру рабства. Апостол, конечно, имеет в виду закон, который не соотносится с реалиями твоей жизни, не соотносится с реальностью Бога сегодня, и который ты вне свободы должен так или иначе исполнять. Вот он говорит «стойте в свободе». Это чрезвычайно важная вещь для всех христиан во все времена, потому что стоять в свободе гораздо труднее, чем жить в рабстве закону. Каким бы подробным или, наоборот, вольготным этот закон ни был, все равно в свободе труднее. И поэтому мы с большой легкостью забываем этот призыв апостола Павла. Конкретизируя эти слова, Павел говорит, «Ну вот, я вам говорю, если обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа, потому что вы тем самым выбираете и пытаетесь по закону получить наследство Отца Небесного. И всякому человеку, обрезывающемуся, свидетельствуя, что он должен тогда исполнить весь закон, что физически невозможно». И вот он говорит, что «таким образом вы остаетесь без Христа». Во кресте Иисусе же не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Ну вот это само по себе очень важно. То, что апостол Павел считает, что для людей, которые верят Иисусу Христу и пребывают в нем, уже не имеет значения, насколько они там соответствуют или не соответствуют иудейскому закону. Но дальше Павел продолжает и говорит о том, а что имеет сила во Христе Иисусе? Вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. Это потрясающая совершенно формулировка, потому что, с одной стороны, речь идет о вере, то есть о доверии тому, что во Иисусе Христе действительно Бог пришел в этот мир, открылся людям и спас нас. Далее эти слова «вера, действующая любовью» говорят о том, что вера – это не просто интеллектуальное убеждение, а это то, что отражается в наших поступках, в том, как мы действуем, что мы выбираем, как мы поступаем. И, наконец, вот третье слово этой формулировки «вера, действующая любовью». не столько продиктованное умом и каким-то человеческим целеполаганием, я бы так сказал, но любовью к Богу и к ближнему. Далее апостол Павел говорит, снова упрекая Галатов, говорит, «вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вам не покоряться истине». Такое убеждение не от призывающего вас. В самом начале он предлагает различать два благовествования его, Павлова, которые заключаются в том, что Бог спасает людей через встречу с Иисусом и через веру Иисусу, да, и все остальное – закон, правила и прочая религиозность. Ну вот, соответственно, он снова повторяет, что религиозный путь не от того, кто призывает нас к себе, не от Бога. Еще раз он формулирует то, что только что было сформулировано. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Таким образом, для апостола тоже, как я уже не раз говорил, свобода далеко не означает вседозволенность. она ограничена тем, чтобы не быть поводом к угождению плоти. Таким образом, эта свобода не для того, чтобы лентяйничать, да, а для того, чтобы пребывать в диалоге с Богом. «Любовью служите друг другу», – говорит апостол Павел. «И продолжает ту же самую мысль, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Таким образом, речь идет, вероятно, о том, что в его поколении люди старались различать, отличать духовную жизнь от недуховной. Это не такое простое дело и не так тривиально, вообще говоря, делается и в те времена, и в наши времена тоже. Тем не менее, вот. Апостол говорит о том, что вы призваны, братья, к свободе, но для того, чтобы быть водимыми духом и не исполнять вожделений плоти, необходимо служить друг другу любовью. Вот, собственно, и все. Очень простая схема. Он, как и все другие апостолы, предлагает христианам доверять Иисусу Христу жить конкретной жизнью, состоящей из вполне, так сказать, простых вещей – работы, семейных, человеческих взаимоотношений, дружбы, свидетельства о правде Божьей. И вот служить друг другу любовью – это и есть для апостола поступать по духу. Он говорит, тогда не будете исполнять вожделений плоти. Как жить духовной жизнью? Как не быть рабами своих физиологических реакций, не исполнять вожделений плоти? Вот апостол говорит, для этого надо поступать по духу, а для этого нужна свобода, для того, чтобы любить ближнего и поступать по тому, как скажет тебе Христос. В общении, в доверии, в диалоге с Иисусом Христом. Водиться духом. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом, говорит апостол. И в самом конце он предлагает своему читателю возможность различить, что же является плодом духа. Перечисление, в котором нередко видят логическую последовательность, хотя, скорее всего, это просто в порядке перечисления, Павел пишет. Он предлагает своим читателям отличать, что действительно в человеческой жизни, в человеческих поступках приносит дух Божий, а что являются делами плоти. Ну, там, вражда, ссоры, гнев, распри и так далее. Плод же духа, говорит апостол, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вполне возможно, что список-то не закрыт, и он мог бы еще перечислять. Такими вот словами он дает возможность хотя бы почувствовать примерно область значений, которые определяют все эти слова. И любовь, и радость, и мир, и благость, и вера. Здесь необходимо, во-первых, помнить о том, что в этом списке есть и чего нету, и стараться хотя бы просить у Бога тех плодов духа, которые здесь апостолам предлагаются. Но еще очень интересно посмотреть на слова Павла, который говорит «на таковых нет закона». Потому что не нужен закон для того, чтобы отрегулировать радость. Это бессмысленно. Не нужен закон для того, чтобы отрегулировать милосердие, или любовь, или кротость. Вот что значит «на таковых нет закона». И это совершенно потрясающая возможность, которая, конечно, дается каждому христианину. И апостол понимает прекрасно, что таким образом жить бывает трудно, необходимо бороться, противостать собственной плоти, которая мешает тебе этим путем следовать. Но вот он говорит «те, которые Христовы распяли, плоть со страстями и похотями». И поэтому, говорит он, мы живем духом и должны поступать по духу.